Гринты, мясо, морковь, користь. 40 килограммов плова и можно накормить почти 300 человек, говорят волонтеры. Традиционно готовят именно это блюдо. Его проще унести домой и оно более сытное. Делать какие-то благие дела, соответственно, для того, чтобы немножко, скажем, поднять уровень мечети, чтобы показать другим людям, показать, в частности, другим конфессиям, что мусульмане, они на самом деле не страшные. Даже если они бородатые, они немножко лохматые, как я, то они, в принципе, добрые внутри. Присутствующие собирались возле мечети за час до начала раздачи. Каждый мог взять не одну порцию, а сразу несколько, чтобы накормить всех членов семьи. К плову подавали хлеб. Очередь растянулась на несколько метров. Принесу, я думаю. Потом старушку это больно есть. Подогреваю еще, потом отнесу. Варит тут и бесплатно дает нам, кушает. Спасибо большое. И русские, и татары, все вместе. Дай Бог им. Алава Богу. Проводить акцию в мечети помогают местные предприниматели. Они поставляют им рис, масло и мясо. Достоятель только нанял повара, который теперь постоянно готовит нуждающимся людям. Остальные расходы на себя берут волонтеры. Иногда кризис, и у некоторых людей может быть сложно. А так они даже слушали, некоторые женщины говорят, за неделю они берут несколько этих порций плова, и они даже несколько дней это кушают именно. Это польза. И вот наша задача, чтобы принести пользу людям. Бесплатно кормить людей мечеть начала еще в январе этого года. Сначала желающих подкрепиться было не так много, но с каждой недели их становится все больше. Если раздать еду сразу не удастся, то волонтеры упаковывают ее в специальные контейнеры и разводят малоимущим сеням и тем, кто самостоятельно не смог прийти.